Всем привет! Вы на канале Кинодрайфик. Меня зовут Алина. И сегодня мы обсуждаем Алиса в стране чудес. Фильм вышел на экраны в 2010 году и понравился зрителям и кинокритикам. Чудесная сказка знаменитого режиссера Тима Бёртона снята в его фирменном стиле. Он превращает маленькую Алису в 19-летнюю девушку, которые хотят выйти замуж против её воли на викторианской вечеринке, на богатой глупого сына Лорда. И дав ответа, девушка убегает и идёт за белым кроликом, прямо в загадочную нору. И дальше нас ожидают невероятные перелечения и чудеса, которым позавидовал бы сам Льюис Кэрролл. А вот вам несколько интересных фактов о фильме. Красная Королева в исполнении актрисы Хелены Боннам-Картер – это сочетание двух персонажей из книг. Красная Королева игральной картой из зеркалья и Белая Королева из шахматной фигуры. Безумный Шляпник несколько раз спрашивает Алису, почему ворон похож на письменный стол. Это цитата из «Приличения Алисы в стране чудес» для Льюиса Кэрролла. Писатель признал, что ответа на этот вопрос никогда и не было. А может вы знаете ответ? Тогда напишите его в комментариях под нашим выпуском. Произвел на меня большое впечатление. Там очень яркие краски и очень красивые костюмы. Герои классно играют. Особенно были захватывающие моменты. Всем привет! Вы на канале Кинотрафик. Я – Маша. Сегодня мы расскажем о фильме, а Алисе будет красным. Фильм является сиквелом «Кто же снова» в фильме 2010 года «Алиса в стране чудес», снятого режиссера Тимом Бертоном. Идея создания этого продолжения впервые возникла в 2012 году. На пост режиссера был выбран Джеймс Бобин, режиссер, ранее снявший для Disney фильмы «Маппеты» и «Маппеты 2». Режиссер первой картины Тима Бертона выступил уже в этом фильме в качестве продюсера. Фильм посвящен памяти Алана Эрикмана, для которого озвучивая бабочка Амсалема, стала последним. Алиса стала капитаном собственного корабля и объездила весь мир, но могший жених граница разорить ее. Однако, решение этой проблемы ей придется отложить. По зову друзей, она отправляется в Зеркалье, чтобы спасти родных безумного шляпника. Для этого Алисе нужно совершить путешествие в прошлое на сфере времени, которую надо похитить у самого времени. А вот интересные факты. Когда Кэрол выпустил свою книгу, он почти не получил за нее денег. Но только маленькая цена была установлена им за экземпляр. Он хотел, чтобы как можно больше детей могло почитать ее. А фильм «Только в России» собрал больше 9 миллионов долларов. По мнению исследователей, на стороне из их книги мы можем встретить и самого автора в роли белого рыцаря. У обоих голубые глаза, одно брое лицо. Алиса думала, что в книжке без корзины их нет толку. И это самый случай, когда фильм получился очень красночным и впечатляющим. Поведую вам посмотреть этот сфит всей семьей. И он произведет на вас очень большое пучки. Теперь вопрос. Из какого знаменитого фильма наши ребята нарисовали рисунки? На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всем пока. И для вас у нас пока что все. И сегодня мы обсуждали Алису Странимичу. С вами была Алина и Кинотрафик. Подписывайтесь и ставьте лайки. Это была... Киноплощадка! Спасибо! Поехали! ПОДПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok